Глава четырнадцатая Он хотел поднять ее, но она отвела его руку «Нет, погоди немного, Евгений», — сказала она, слабо улыбаясь И снизу как-то, как ему показалось, с виноватым видом глядя на него Просто нога подвернулась «Вот я всегда говорю», — заговорила Варвара Алексеевна «Разве можно в таком положении прыгать через канавы?» «Да нет же, мама, ничего, я сейчас встану» Она встала с помощью мужа, но в ту же минуту она побледнела И на лице ее выразился испуг «Да, мне нехорошо», — и она шепнула что-то матери «Ах, боже мой, что наделали? Я говорила не ходить!» — кричала Варвара Алексеевна «Погодите, я пришлю людей! Ей не надо ходить! Ее надо снести!» «Ты не боишься, Лиза? Я снесу тебя», — сказал Евгений, обхватив ее левой рукой «Обойми мне шею, вот так» И он, нагнувшись, подхватил ее под ноги правой рукой и поднял Никогда он не мог забыть после это страдальческое и вместе блаженное выражение, которое было на ее лице «Тебе тяжело, милый», — говорила она, улыбаясь «Мама-то бежит, скажи ей» И она пригнулась к нему и поцеловала Ей, очевидно, хотелось, чтобы и мама видела, как он несет ее Евгений крикнул Варваре Алексеевне, чтобы она не торопилась, что он донесет Варвара Алексеевна остановилась и начала кричать еще пуще «Ты уронишь ее! Непременно уронишь! Хочешь погубить ее? Нет в тебе совести!» «Да я прекрасно несу! Не хочу я! Не могу я видеть, как ты морешь мою дочь!» И она забежала за угол аллеи «Ничего, это пройдет», — говорила Лиза, улыбаясь «Да только бы не было последствий, как тот раз!» «Нет, я не об этом! Это ничего! А я о мама! Ты устал? Отдохни!» Но хотя ему и тяжело было, Евгений с гордой радостью донес свою ношу до дому И не передал ее горничной и повару, которых нашла и выслала им навстречу Варвара Алексеевна Он донес ее до спальни и положил на постель «Ну, ты пойди!» — сказала она и, притянув к себе его руку, поцеловала ее «Мы с Аннушкой справимся!» Марья Павловна прибежала тоже из флигеля, Лизу раздели и уложили в постель Евгений сидел в гостиной с книгой в руке, дожидаясь Варвара Алексеевна прошла мимо него с таким укоризненным, мрачным видом, что ему сделалось страшно «Ну что?» — спросил он «Что?» «Что же спрашивать?» «То самое, чего вы хотели, вероятно, заставляя жену прыгать через рвы» «Варвара Алексеевна!» — вскрикнул он «Это невыносимо!» «Если вы хотите мучить людей и отравлять им жизнь» Он хотел сказать «То поезжайте куда-нибудь в другое место», но удержался «Как вам не больно это?» «Теперь поздно!» И она, победоносно встряхнув чипцом, прошла в дверь Падение действительно было дурное Нога подвернулась неловко, и была опасность того, что опять будет выкидыш Все знали, что делать ничего нельзя, что надо только лежать спокойно, но все-таки решили послать за доктором «Многоуважаемый Николай Семенович», — написал Евгений врачу «Вы так всегда добры были к нам, что, надеюсь, не откажете приехать помочь жене, она в...» и так далее Написав письмо, он пошел в конюшню распорядиться лошадьми и экипажем «Надо было приготовить одних лошадей, чтобы привезти, других увезти» «Где хозяйство не на большую ногу, все это не сразу можно устроить, а надо обдумать» Наладив все сам и отправив кучера, он вернулся домой в десятом часу Жена лежала и говорила, что ей прекрасно и ничего не болит Но Варвара Алексеевна сидела за лампой, заслоненной от Лизы нотами И вязала большое красное одеяло с таким видом, который ясно говорил, что после того, что было, миру быть не может А что бы кто ни делал, я, по крайней мере, исполнила свою обязанность Евгений видел это, но чтобы сделать вид, что он не замечает, старался иметь веселый и беспечный вид Рассказывал, как он собрал лошадей и как кобыла-кавушка отлично пошла на левой пристяжке «Да, разумеется, самое время выезжать лошадей, когда нужна помощь» «Вероятно, и доктора также свалят в канаву», — сказала Варвара Алексеевна, из-под пенсны взглядывая на вязание, подводя его под самую лампу «Да ведь надо же было кого-нибудь послать, а я сделал как лучше» «Да я очень хорошо помню, как меня мчали ваши лошади под поезд» Это была ее давнишняя выдумка, и теперь Евгений имел неосторожность сказать, что это не совсем так было «Недаром я всегда говорю, и князю сколько раз говорила, что тяжелее всего жить с людьми неправдивыми, неискренними» «Я все перенесу, но только не это» «Ведь если кому больнее всех, то уж верно мне», — сказал Евгений «Да это и видно» «Что?» «Ничего, я о петле считаю» Евгений стоял в это время у постели, и Лиза смотрела на него, и одной из влажных рук, лежавших сверх одеяла, поймала его руку и пожала «Перенеси ее для меня, ведь она не помешает нам любить друг друга», — говорил ее взгляд «Не буду, это так», — прошептал он и поцеловал ее влажную длинную руку и потом милые глаза, которые закрывались, пока он целовал их «Неужели опять то же?» — сказал он «Как ты чувствуешь?» «Страшно сказать, чтоб не ошибиться, но чувство у меня такое, что он жив и будет жив», — сказала она, глядя на свой живот «Ах, страшно, страшно и думать» «Несмотря на настояние Лизы, чтоб он ушел, Евгений провел ночь с ней, засыпая только одним глазом и готовый служить ей Но ночь она провела хорошо, и если бы не было послана за доктором, может быть, и встала бы К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что хотя повторные явления и могут вызвать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет Но так как нет и противопоказания, то можно с одной стороны полагать, с другой же стороны тоже можно полагать И потому надо лежать И хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать и лежать Кроме того, доктор прочел еще Варваре Алексеевне лекцию о женской анатомии Причем Варвара Алексеевна значительно кивала головой Получив гонорар, как и обыкновенно в самую заднюю часть ладони, доктор уехал, а больная осталась лежать на неделю Причем Варвара Алексеевна